Еженедельные новости на канале Hetman Software. Авторитетный японский портал Makatakara сообщает, что iPhone SE 3 будет выглядеть точь-в-точь, как iPhone SE 2. Он сохранит прежний форм-фактор и 4,7-дюймовый дисплей, такой же как у iPhone 6, 7 или 8. Главным отличием новинки станет чипсет A15 Bionic, который установлен в линейку смартфонов iPhone 13, а также поддержка 5G. Массовое производство нового поколения iPhone SE стартует в декабре, а продажи начнутся следующей весной. Если все действительно так, то iPhone SE 3 не получит большую батарею, новую камеру или большой экран. В общем, все то, что мы хотим в нем увидеть. Компания Apple планирует выпустить полностью беспилотный электромобиль. Он может появиться уже в 2025 году. Инженеры компании, которые ранее занимались разработкой программного обеспечения для Apple Watch, сегодня работают над созданием полностью автономного автомобиля. Самое интересное то, что транспорт не будет оборудован всем привычными рулем и педалями. В то же время автомобиль может иметь большой сенсорный экран, с которым водитель будет взаимодействовать во время путешествия, а сидения будут расположены друг напротив друга, как в лимузине. Также транспорт будет интегрирован с другими продуктами компании. Во всех актуальных системах Windows нашли уязвимость, которая позволяет легко получить права администратора Windows 10, Windows 11 и Windows Server. Нашли новую уязвимость, которая позволяет повысить локальные привилегии и получить права администратора. В сети уже опубликован эксплойт для нее, с помощью которого злоумышленники, уже взломавшие систему, но имеющие ограниченный доступ, могут получить полный контроль над устройством. Уязвимость затрагивает все поддерживаемые на данный момент версии Windows. Вероятно, уязвимость будет исправлена с выпуском обновления в ближайший патч тормит. Хорошая новость для геймеров от Netflix. Сервис Netflix объявил о запуске мобильных игр во всем мире. Об этом говорится в сообщении компании. Пока игры доступны для Android, игры на iOS обещают запустить в ближайшие месяцы. Со 2 ноября во всех странах, где доступен стриминговый сервис Netflix, пользователи могут получить доступ к играм платформы. Игры Netflix будут доступны для загрузки Google App, App Store. Компании отметили, что для доступа к играм нужна активная подписка на Netflix. При этом покупки в приложении или рекламы в играх пока не будет. По умолчанию игры будут останавливаться на том языке, который выбран для приложения Netflix. Вместо языков, которые еще не доступны, по умолчанию будет использоваться английский. Подписчики могут играть на нескольких устройствах из одной учетной записи. Часть мобильных игр Netflix будет доступна и без с подключением к интернету. Компания Microsoft объявила о выпуске полностью переработанного мультимедийного плеера. Испытать новую программу уже могут участники программы Windows Insider, а в одном из последующих апдейтов альтернатива Windows Media Player и Groove Music станет доступна всем пользователям актуальной версии операционной системы. Разработчик адаптировал интерфейс Media Player к единой стилистике операционной системы Windows 11. Программа заменит сразу два продукта компаний – это Glove Music и Windows Media Player. Интерфейс нового проигрывателя может показывать обложки альбомов, в том числе в полноэкранном режиме. Кроме того, пользователям больше не нужно запускать отдельную программу Movies TV для просмотра определенных типов контента. При этом разработчики посмотрели список горячих клавиш, а также провели большую работу над оптимизацией пользовательской библиотеки. Оценить возможности и дизайн Media Player могут все участники программы Windows Insider, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте Microsoft. Точных сроков выхода стабильной версии программы компания пока не объявила. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их.